Привет всем, это программа «Я в Биске. Есть мнение». Сервисы знакомств прошли долгий путь от сайтов с сомнительными предложениями до приложений, гарантирующих безопасность. Однако многие все еще с недоверием относятся к такому способу знакомств. Давайте спросим у ВИЧан, что они думают на этот счет? Были ли у них попытки познакомиться в интернете и к чему они привели? Ну, наше поколение, наверное, знакомилось чаще на танцах где-то, вот где такие были мероприятия. А по интернету я лично не считаю, что это нормальное знакомство. Человека не знаешь, а написать можно очень хорошо, а на самом деле быть отрицательным человеком, да, поэтому нет. Надо все-таки вот так знакомиться наяву. Мы познакомились, он здесь служил, я работала в станопедстанции. Мы на крылечке встретились, познакомились, 48 лет вместе. Не было опыта. А лично вы вот как знакомитесь, как вы читаете? Не знаю даже, я с мужем 25 лет живу, даже не знаю, что вам ответить. У соседки на свадьбе познакомилась. Раньше не было интернет-знакомцев, так что вы кого-нибудь другого спросите помоложе. У меня на это времени нет. А вообще считаете, такие способы... Я думаю, нет. Все, что надо, оно мимо не пройдет. Хорошего дня. Нет, лучше вживую знакомиться со всеми. То есть вы не пользуетесь ни приложениями, ни какими? В последнее время нет. А что, есть какие-то опасения? Или просто неинтересно? Неинтересно. Ну, я редко в соцсетях сижу. А какие способы тогда знакомство используете? Вживую. Нет, все по старинке. Лукавите, наверное? Вообще нет. А вы? Ну, когда-то да, сейчас нет. А вы лично как познакомились? В одном месте учимся. А, то есть вы вживую, ваша встреча произошла? Да, только вживую. Там много врут в интернете. Ну, не вижу интереса знакомиться в интернете. То есть вас больше реальные встречи привлекают? Да. Чаще всего приходишь в новое общество, и там уже знакомишься с людьми. Вот. Появляются новые знакомства, общения. А в интернете стараюсь избегать. Мало ли какие люди бывают у нас. Отлично. Мы там познакомились в интернете. Вот отношениях уже полгода. То есть, вот многие опасаются, а вы считаете, что нет? Нет. Вполне себе. Скажу, что не стоит сразу доверять. На встречу не сразу идти. И, конечно, проверить человека какое-то время. Начали лечить, там месяцок-другой, просто пообщаться, узнать, что за человек. И потом уже, возможно, может быть, может быть. Да, на встречу есть пойти. Был опыт. А что, как вам интересно что-то? Не очень интересно. И после этого не знакомитесь? Нет. Ну, желательно лучше знакомиться, как бы, с человеком тет-а-тет. Ты его лучше узнаешь, видишь его, какой он есть. Ну, мне кажется, в парке можно к человеку подойти, познакомиться. Но по интернету это вообще не то. Знакомился, но по интернету не очень. Это, ну, плохой опыт. Там бывают всякие фейки, так не очень. Вообще никак. То есть у вас не было опыта? Нет. А вы замужем? Да. На улице познакомились. Даже не в какой-либо компании. И сколько вы уже вместе? 15 лет. Ну, вот. Проверенное время. Поэтому лучше вживую общаться. Ну, если страничка не фейк, почему бы нет? Ну, у меня раз было, да, знакомство. Мы с другом на машине проезжали, я два пальца показал, вот так и нашлись, вот так и пообщались, и как бы друзья остались все. Это была программа «Я в Биске. Есть мнение». И я, Кристина, ваш проводник по городу. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok